Привет, пацаны. Живу в хостеле. Хостел-палатка. Бесплатный. Хорошо, в общем-то. Но немного некомфортно. Вечером хорошо, утром хреново. Вот сейчас солнце. Короче, я проспал. Надо было раньше выйти. В смысле, проснулся. Сейчас, короче, ну жара на улице, капецная. В палатке чуть не сдох. Я проснулся от жары, вероятно. Хотя тут вот велик меня маленько прикрывает. Если бы велик не прикрывал, вон там где-то солнце. Если бы он не прикрывал, я бы вообще тут сдох, наверное, усох. Морда пухла. Ну и маленько шумноватый. Тут вот какие-то эти поезда ходят. Сейчас буду купаться. То есть мыться. Это как она, я забыл сказать, двина или двина? Западная, что ли, двина? Не помню, но помню, что двина. Единственное, что она какая-то вот это, такая коричневая, что ли. Ну хрен с ней, пускай будет коричневая. Ну блин, жарко. Минус этого хостела в том, что вот днем там не полежишь. Хотя вот вышел вроде так с палатки, ну более-менее ничего. Вообще ночь хорошая была. Тихая, спокойная, блин. Вот эта ночь была теплая, кстати. Не знаю почему. Низина. Там пока на трассе ехал, в низину заезжаешь. Блин, там кажется, сейчас вот замерзнешь, вот в лед превратишься. Выезжаешь на горку, потеплее более-менее. Вечером как-то холодно. Ну что, все, наверное. Отдыхаем, едем в город. Я теперь как это бомж вроде. Денег нету. Я какой-то незарегистрированный. Где регистрироваться, хрен его знает. Нет, у меня штампик это, блин, в паспорте. А время идет. На те 90 дней в России. Я вроде как в России нахожусь. Так что где-то надо пересекать мне эту, как ее, таможню там, штампик где-то ставить. Блин, морда опухшая, капец. Как утро, так морда опухает. Вроде не пью сильно воды. Черт его знает, с какого перепуга-то. Жарко капец. Ни тучек, ни хрена. У меня тучки есть какие-то, но мелкие, доклые такие. Несерьезные. Вот что мне нравится в Беларуси, так это чистота. О, пляжик. Пляж. Тут вчера была куча народу. Приходили, уходили, там посидят, покупаются, уйдут. Все, тут такая ротация быстрая. Чисто, блин. И у них я заметил, думаю, а где это? Ну там у них бачки-то есть наверху где-то. Большие. Но здесь нету вроде как. Они вот хитро сделали где-то. Сейчас покажу. Вот такая штука. Или там есть, я пропустил. О, вот такая вот. Их не видно. Это не ржавые бочки, как у нас, мать его, стоит. Стоят там. Если они вообще стоят, у нас ни хрена не стоит. У нас лежат бутылки. Бутылки, бля, и эти пакеты. Прежде чем ты хочешь остановиться на каком-то месте, ты должен разгребсти бутылки и пакеты. Ну жратву какую-то, что там от народа остается. Вот. И тогда ты будешь отдыхать. Блин, ну у них, вот, но никто же не выкинул вчера, не оставил ничего, блин. Ни пакетов, ни бутылок, ни хрена, блин. Вот так вот. Как-то у них. Вот, сука, менталитет. Идиллическая картинка. Такая вот цветочки, и ка, этот, камушек. Кися. Кис-кис-кис. И котик лежит такой. Кис-кис-кис. Кисюк. Котик, ну иди сюда. Кис-кис-кис. Кис-кис. Короче, не подпускает. Не доверяет он казаху. И правильно делает. О, пошел, опять лег. Хе-хе-хе, в то же место. Хе-хе. А если ты? Батькова хата. Оба. Обошел. Сколько? Объехал. Хе-хе. Шесть банков. Банк решения. Самое лучшее. Этот обменник. О, Беларусь банк. Что-то не очень. Совсем. Совсем не очень. Так. Тут кругом как-то непонятно, то ли она пешеходная улица, то ли хрен его знает. Вроде пешеходы шлындают туда-сюда, но машины стоят. И тут таких улиц как бы... Ну, вот центральный весь район, он так... О, БТА. Ну-ка, я еще зайду в БТА. Это типа казахстанский банк, что ли? Я не понял. БТА. Это расшифровывается банк Турана Лем. Казахстанский. Ну, курс тоже хрень. Интересно, я заметил, в банках у них нет охранников, как у нас. На каждом углу какие-то охранники. От кого чего охраняют, хрен его знает. Но тут нету, блин. Хе-хе. Еще бросается в глаза сравнение. Здесь люди как-то все вежливые такие. Прям это... Простите, пожалуйста. И все такое, блин. Здрасте, до свидания, блин. И как бы... Вот пропускают, допустим, выходишь из банка. Тебя пропускают. Типа, чтобы вышел. У нас буром все прут, мать его. Причем, если ты идешь по улице, скажем, 3 метра полоса, ну, пешеходно, навстречу будет идти мужик или бабка, он обязательно к тебе придвинется, чтобы ты его пропустил. Иначе он тебя плечом обязательно жахнет. Это вот такое наше вот. Все ходят, пихаются, блин, толкаются. Это свой этот... Эго. Повышают таким... Если я ее пропущу или его там... Он... О! О! Я король. Вот здесь такого нету. Вот я сейчас в банк пойду. Вот так все оставляю. Ничего не убираю. Это сумма, да? Вот это все сумма. Пацаны, мне вот такую выдали. Блин, 50 рублей. Это крупные деньги. А это карточка у вас, да? А карточка сама есть? Я на карточку не лошу. 20 рублей. Я ее вообще-то не открывала. Короче, я думал, 1990, а тут 199 всего. Блин. Один к двум практически доллар. А вы мне можете распечатать новые бренды? Вот такие железячки дали. Один рубль. Так вот разница между... Этими курсами, между одним банком и другим, составляет аж 13 рублей. Белорусский. А стоимость хостела стоит 10 рублей. Во! То есть, если бы я поменял в другом банке, то это стоило бы мне минус 13 рублей. 13, блин. А тут получается, вроде как... Если я нашел этот вот курс путевый, то я практически бесплатно... Как бы в хостел заселяюсь. И еще и 3 рубля на пожрать. Я не знаю, 3 рубля это много, мало. Ну, на пожрать, наверное, все равно хватит. Я думаю. Так, ну вот я опять тут на этой улице. Ну, здесь торгуют всегда по ходу. И мы вот заезжаем вот сюда. Хостел Хо. Вот написано хостел. Ну, сейчас попробуем прорваться. Что получится, не знаю. Виноградик тут растет и все такое. Вон он, хостел. Ну, тут, мать его, свинарник. Это, блин, вообще капец. Это трындец. А что это они так тут засрались-то? Ну, понятно, что это не белорусский. В хостеле Беларусь, что ли, живут? Хотя посмотрим, кто там живет. Если меня вселят. Меня, как всегда, не везет с тетками. Вчера такие милые девушки были. Все такое. Сейчас какая-то старая каргас сидит, злобная, блин. Вот такая вот из этих. Как они называются? Которые тянут резину. В учреждение придешь, она так, это. И, короче, как бы отвали отсюда. Я забыл, как они называются. Которые тянут резину. Да, всегда так он. Так, пацаны. Это хостел. Как он называется, так сказать? Ну, ХО. 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 Девятка. А, вон девятка. А, да, шестнадцатый. Семнадцатый. Что-то опускаемся помаленьку. Не, ну, у вас 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Ммм. Подождите, а еще раз фамилия скажите. А, вот такой у меня хиповый номер. Это мансардного типа. Что двое? О. Уп. Нормально так. В принципе, часы не надо. Вон часы. Пять минут. Перо. Ну, ништяк. Можно даже где-нибудь постельку было взять и так, типа, лежишь и пялишься на церковь. Но, я как-то непривередливый, я взял вот эту вот. Народу тут немного. Ох ты, блин, она какая-то. Вот что. Тут сидеть нельзя. А нахрена они такие низкие сделали? Это обычно Икея. Эти кровати обычно Икеевские. А это хрен знает, что такое. Пока непонятно. Но это местная самопальная, что ли. Ну, что-то они низко сделали-то. Нифига, тут ДВП. А, ну, это... Проламливается. Ну, ладно, хрен с ним. Вот. Вот такая штука. 10 рублей белорусских. Немного. Для центра... Вообще зашибись. Фух... Фух... Вон моя морда. Да. Ну и рожа, блин, боже мой. Сейчас что-нибудь это... Пожрать надо. Пойду прогульнусь маленько. Посмотрю, что тут есть. Там обрывчик какой-то. Что-то вот не вовремя я вышел. Сейчас дождь будет. Солнце было, все такое. Но нет, блин, надо вот обязательно вот в такую погоду. Вон оно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот пацаны. Куда облака идут, не знаю. Ну, вот такая вот церквуха. Или не знаю, как у них там. Костюм. Какая хрен разница, как он называется. Какое-то церковное заведение. Да. А тут, тут прям такой обрывчик. Неплохой. Оп. Ох. Хе-хе. Тут тоже церковь. Там все время какой-то песняка давят. Не знаю. Может ресторан какой или еще что. Ничего, красивенько тут. Так, сверху. Церковь, собственно. Она маленькая такая уже западная. Близко к западной. Мне, как всегда, не везет. Там всегда какой-то народ тусуется. Вон тетка что-то руками машет, что-то рассказывает. Толпа смотрит и слушает. А это кто такой? Святейший Патриарх Алексий. Какая грозная фигура. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здоровые пирамидки! Вообще хлеб у них дорогой, конечно. Хрен знает, с какого-то барахла сделан, испечен. Там второй сорт какой-то, а стоит, блин, вообще капец. Но это у них, по-моему, самое дорогое, что есть. Вот тут какие-то буки. 200 грамм 60 копеек. Вообще вот стандартная такая вот смолния. Вот такое вот. Да. Вот у них рубль 25 грамм. Это почти 200 тенге, по-нашему. Но у нас такое можно купить за 50. За 60. За 60 тенге. О. А сейчас я буду жрать пельмени. Вот такие, квадратные. Б�üки. Бабоба! Хе-хе. Вдейте Вдейте Продолжение следует...